Сообщения о безвестном исчезновении лица подлежат приему, регистрации и разрешению в установленном порядке, независимо от давности и места исчезновения человека, наличия или отсутствия сведений о его месте жительства или пребывания, полных анкетных данных и фотографий. Однако всем понятно, для того, чтобы поиск был успешным, необходимо начинать его как можно раньше. Благополучное возвращение потерявшегося домой не в последнюю очередь зависит от собранности и точности действий близких людей. Самое важное это быстрое получение информации о том, что пропал человек. Нельзя медлить с этим. Чем быстрее информация придет, тем мы быстрее развернем поиск и начнем искать. Если обзвон знакомых и медучреждение не принес результата, не нужно паниковать. Немедленно обращайтесь в правоохранительные органы. Желательно идти в полицию с уже готовой качественной фотографией пропавшего, информацией о его приметах и возможных местах нахождения. После получения дежурной частью заявления об исчезновении немедленно организуется поиск. К нему подключаются ГАИ, патрульно-постовая служба, участковые и поисково-спасательные организации. Помочь в розыске могут не только приметы, но и подробное описание одежды, обуви и личных вещей человека на момент исчезновения. Список друзей, знакомых и одноклассников. Как правило, звонок поступает от заявителей, от родственников или от полиции, от МЧС на телефон круглосуточной нашей линии оперативному дежурному. После этого идет информация, поступает уже в отряд. Она распространяется по социальным сетям, в частности и на нашем форуме. Собираются группы, определяются координаторы, информационные организаторы и выезжаем на поиск. Я не смотрел статистику по всему отряду, но только у меня по Одинцовскому было 4 поиска в этом году. А и так, я думаю, что намного больше. Большинство пропавших ребят находят в течение 48 часов с момента исчезновения. Но нужно помнить, что каждая минута задержки может стать роковой. Ежегодно в России пропадает более 15 тысяч детей. С 2011 по 2015 годы в Одинцовском районе зарегистрировано 220 сообщений о безвестном исчезновении несовершеннолетних. Двое из них погибли и лишь 118 были разысканы. Петр Горохов, Евгений Муравлев, телекомпания Одинцова.